И почему ты еще не на стримах Hellye Play? Так, Tronfall, по-моему, называется следующая игра. Пахай, погнали! Эм... Так, на ПКМ, кстати, ускорение. Что это? Это... Кронфол. Ух ты! Как в этом! А че? Прикольно. Погоди. Ночью ваши враги нападут. Удерживайте... Так, это ваш центр замка. Если он будет уничтожен, вы проиграете. Защищайте его любой ценой. Центр замка может быть улучшить позже, но сейчас у вас не достает еще золото. Ночью враги нападут. Удержите пробелку на тура или контроль, что значит ночь. Отсюда будут нападать. О, я еще могу иногда мечом бить. Да. Я ищу бюдей. Спасибо большое за мем, бро. Так, ну слушайте, пока прикольно-казуальненько так. Погодите. Развиваешь что-то тут, строишь? Итак, я тратил строительство дома. Дома увеличивают ваш доход на одну... Понятно. А, так, все. Отлично. Хорошая экономика – залог успеха. Каждый дом, который переживет ночь, принесет вам немного золота утром. У вас закончилось золото, так что пора начинать следующую ночь. Удержите пробел. Ща, я хочу... Я хочу посмотреть, что дальше по геймплею. Погодите, чат. Не бугуртите раньше времени. То есть, какое развитие? Может быть, там какие-то артефакты покупать? Какие-то прикольные плюшки? Фаербол там какие-нибудь, еще что-нибудь. А, все? Такая ночь короткая. Да, они... Большая армия приближается. Было бы мудро поставить дополнительные бронетницы уже... О-о-о-о, так. Вышечка. Отличная подготовка, начнем. Давайте. Бля, мимо. О, нихуя себе, как далеко стреляет. А почему вторую вышку сюда бы не поставить было? Не знаю, как вам игра? По-моему, кайф фейс такой. Такой просто чиновый кайф. Так. Обновление. Королевская подготовка. Плюс 75 к здоровью вашего персонажа. И 75 урона вашего персонажа. Либо каждое утро дом первого уровня автоматически повышается до дома второго уровня, если доступно. И плюс 50 хп для вашего персонажа. Экономика. Экономика побеждает войны. Вот что я могу вам сказать. Поэтому дома пусть... Опа, погоди. Так, у меня нет. Поэтому дома пусть приносят мне деньги дополнительно. То есть повышаются это. Деньги побеждают... Это все, блядь. В этом мире. К тому же, я думаю, мы сдержимся. Да, продержимся. Отлично. Так, они повысятся? Да, вот. Один дом повысился. Так, что я могу построить? Я могу строить казармы. И выбрать тип ближнего боя. А, вот. Тут чуваки будут стоять, которые будут хуярить их. Открывает возможность строить поля для увеличения дохода. А сколько у меня денег? Девять. Генерирует стабильный доход. Так, дом могу еще один построить. Так, погоди. Либо я могу... Враги не могут пройти через ваши ворота, даже когда они открыты. А они потом чинятся, эти ворота, самостоятельно? Или как? У меня, как бы, я бы там построил ворота, потому что вышки должны будут справиться. А, могу улучшить вышку. Больше здоровья и урона. Раз, два, четыре, пять. Пять. Так, пять. Не-не-не-не-нет. Явно ворота будут лучше в этой ситуации. Потому что мы сможем хуярить их, пока они стоят. А здесь мы тогда ебашем поля. Вот. И как раз... О, и поле... Одно поле всего одну монету стоит. И мы три поля сразу ебанем, блядь. Вот это я сделаю. Давай. Сразу начнем здесь хуяриться. Так сказать, сколько сможем, столько остановим. Посмотрим, как ворота, блядь, их упрут. Не, хорош. Интересно, нужно ли мне будет восстанавливать ворота, либо они как-то самостоятельно восстановятся. Так, ну ворота даже пол хп не потеряла. Ворота вроде восстановились сами. Так, там новые чуваки пошли, лучники пойдут. Так, это проблема. Так, мельницу можно улучшить. Здесь дома грейдятся. Эту хуйню пока улучшить не могу. Можно построить вот здесь чуваков, которые задефают. Но я бы на самом деле, наверное, вложился бы в вышку. Потому что здесь сейчас лучники, наверное, будут коцать все это дело. И тогда как раз-таки нам хватит вот на этих ребят. Рыцари это универсальные бойны, хорошо защитные от дальних атак. Копейщики быстрые и сильные юинты. Они дают себе дополнительный урон быстрым врагам и замедляют их. Не лучший выбор противно на бойных юинты. Не, возьмем рыцарей. Здесь сначала возьмем рыцарей. И сколько у нас еще монет? Пять монет вполне хватит, чтобы грейдануть мельницу. И к ней еще ебануть эту хуйню. По-моему, отличный баланс. Погнали. Мы качнули и экономику, и хорошо качнули защиту. Ой, лучники-то прям, блядь, они прям нахуй... Они же мне попадают прям гарантированно. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. А рыцари прям идут их хуярить. Нормально, нормально, мы их здесь окружили, блядь. Слушайте, не, я заебись все сделал, вообще кайф. О-о-о, и лаванда пришла. Лаванда, милая, милая лаванда. Так, ну из защитных этих у нас только остались грейд еще одной вышки всего лишь. А не, погодите, вот здесь еще вышка. Появилась возможность построить еще вышку. Это я не смогу грейдануть. Короче, я тогда грейжу вышку. Я грейжу вышку. Восемь требуется. Я грейжу вот этих ребят. Я строю еще одно поле. Я хуярю дом. И хуярю дом, который сам по себе должен апгрейдиться. Я не буду даже тратить деньги. Он должен один из них сам по себе грейданется. Так что все нормально. Обучение и управление рыцарями чекни потом. Да не, им пиздать здесь, они не вывезут. Две башни у нас еще хуярят. Не, мы хорошо, что я в начале экономику... О, новые чуваки, кстати, появляются. Так, что в управлении? Так, перейди к месту назначения. Выборное подозрение будет следовать за вами. Так, удерживай контрол. Клавиатура и ликс. Ага. Перейди к месту назначения. Ага, и они будут следовать за мной. Не-не-не-не-нет, я не хочу им управлять. Не надо мне. А мне как бы больше нихуя строить. Вот только дома, блядь, опять строить. Я уже как бы на максе, че, блядь. Я могу даже вручную здесь деньги потратить, блядь, заградить их. Чтобы получить деньги обратно. Как бы все, у меня экономика просто, блядь, ебическая. Блядь, вот это жесткие какие-то консервные банки. Блядь, ебать на что там рыцарям пизды дают. Я пока этого отвлекаю на себя. Блядь, ебать на что там рыцаря. Хорош. Все, победа. И прокачка уровня идет. Уровень 2. Универсальный доход. Центр вашего замка производит золото. И эти доходы увеличиваются каждый раз, когда вы его улучшаете. Разблокируют разные дополнительные штуки. Таинственные башни. Ваши башни обладают гораздо большей дальностью. Их снаряд наносит значительно больше урона врагам. О, это ж, блядь, только первый уровень, ебать. Нихуя себе, кстати. И видите, обустоится. Опа, и я могу брать с собой. Итак, пассивные, видите, у меня, смотрите. Они, блядь, еще и грейдится всякая хуйня. Добейтесь победы без лука. С победы с этим, с этим, с этим. Это квесты. Мутаторы. Враги обладают гораздо большим количеством здоровья, но при победе вы получаете на 20% больше очков и опыта. Ну вот, здесь, типа, один из квестов, я так понимаю, надо сделать. Я не могу просто два... А, могу. Могу. Понял. Но я, так как, не могу выполнить, у меня еще нет модификаторов нужных. То есть, поэтому нет смысла. Есть, можно сделать с черепахой и без лука. А лук я не могу убрать, кстати. Мне нужно другое оружие, чтобы я убрал лук. Звук у тебя отстает, сейчас. Короче, лук я не могу убрать, потому что нет другого оружия. У него, типа, должно быть оружие обязательно. Поскольку оно не открыто, лук не могу дропнуть. Тогда... А, здесь только один я могу взять, в отличие от дебафа. Так, центр вашего замка производит золото, и доход увеличивается каждый раз, когда вы его улучшаете. Ваша башня будет гораздо большей дальностью, и снаряд наносит больше урона. Я, наверное, возьму это, потому что здесь модификатор на... большим количеством здоровья. Экономика нормальна, но здесь надо, чтобы мы еще не сдохли. Поэтому башни, надеюсь, компенсируют... ...недостаток. Так, война будет... Чуваки будут трахать меня оттуда. Так, окей, что я могу? Ну, сначала надо сразу экономику идти. Мы возьмем сразу мельницу сначала, потому что она больше денег принесет, чем мы сейчас в дома вложимся. Так, здесь их надо грамотно водить. Надо, надо мансить. Вот этого тоже, вот этого тоже не давать ему, не давать ему. Уходить. Они, видите, усиленные. Окей. Так, мельница мне дала. Хорошо. Еще одна мельница. Ох, ебать, они будут с разных сторон меня пиздить, бляяяяяяя. так надо обязательно строить башню это вообще не обсуждается ситуация и сюда тогда для экономики я еще раз вкладываюсь в вот в это дело шимельница даст больше денег спасибо на нем за подписку этого должно хватить чтобы мы защитились блять ну не супер сильно блять она охуярит честно сказать взять блять они будут не ебать а я не могу ее защитить ты ёб твою мать здесь же нельзя ничего было построить блять ну понятно это кстати надо знать на карте на не надо было а она восстанавливается блять все просто не приносит дохода то есть она как бы восстановится и не принесет дохода заебись ну здесь вариков блять немного честно говоря но здесь на дома нет смысла бонус брать блять здесь явно будем по-другому развиваться так какие-то черви блять ёбаная какой-нибудь домик дешманский бы завалиться блять ну нет денег интересно блять то есть оттуда тоже будет атака через реку блять ахуле делает то ебать вообще ничего не понятно что это нутерянная 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 блять ахуле ах tamanho мельница одна осталось все в порядке даже поле 1 осталось не знаю даст мне деньги до поле дало деньги экономика в пизде блять дорогие друзья нам нужны копьеносцы нам явно не хватает нам явно не так они сейчас оттуда пойдут оттуда пойдут блять но это мельцами денег не даст если в нее уложу я бы конечно хотел в мельницу вложиться пытаться и удержать как-нибудь похуй знает бля надеюсь смогу так идите-ка за мной вот теперь блять командовать этими чуваками точно надо так они хуёво сражаются против блять дальних я вас оставлю здесь дорогие друзья блять попытайтесь их удержать блять ценой своей жизни блять они возможно не смогут удержать а нет смогут все порядке я думал они не достанут сука блять блять копьеносцы где блять они типа сами ко мне не придут что ли а вот копьеносец который сдох блять пришел то есть они когда там заканчивают они ко мне не приходят блять да они когда там заканчивают они ко мне не приходят блять а я их вернуть не могу так здесь какие-то 15 червей атака только с этого фланга атака только с этого фланга получается что же вложение в мельницу себя купили поскольку сейчас будет только нашествие червей мы вполне можем позволить себе вложиться в экономику это как раз таки хороший момент и наверное проапгрейдим количество наших замечательных бравых воинов за счет которых мы с вами и живем так ну и здесь можно куда-нибудь вот сюда вот в отдаленное место построить домик который тоже нам немножко денег да насыпят так бравые друзья за мной блять мы будем отражать атаку на передовой подальше от нашего государства ну все нормально все нормально все нормально и вложение в экономику окупили себя 4 8 16 20 блять 20 монет так ну блять стену стенку бы конечно быть не здесь вы построить это полная хуйня лучники и рыцари охуеть блять бля я бля вот здесь было бы если башни было бы гораздо лучше и чё делать здесь точно мне уже надо мне здесь надо повышать обороноспособность блять здесь на хуже дело вообще не в экономике мне пизда будет блять если я сейчас этот вопрос не решу они меня отхуярят блять ванус здесь мельницу строить вообще нет смысла я их там не удержу есть смысл сделать вот так добавить по одному полю за хуярить еще здесь вышечку блять вот здесь вот домик все так господа вперед начнем прием здесь блять а дальше на отступлении погнали хлопчики удерживай позиции отлично вышка работает хорошо хорошо поставил отходим немного вышку хорошо поставил ой 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 королю пизда бля ебатик дохуя пиздец блять надо ворваться в эти ряды ебучий блять надо от нас на бля пизда а я возражу сейчас нормально живем 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 экономика не тронута вышка блять вышки вообще похуй блять разъебано тактически блять вышки поебать блять просто так атака с этого фланга блять ну я бы хотел бы быть нагленьким и сделать вот так как бы меня за это блять не наказали немножко лучников ой рыцарей нам не помешает за мной господа я бы мог построить забор но я бы хотел вышку причем вот сюда то есть не сюда а вот сюда причем я могу две вышки ебануть забор потом эти быстрые чуваки просто понимаете в чем дело я могу грейдануть за монету не монету куда вложить чтобы инкам получить бля охуенная игра пипец очень круто так ну давай погнали где они будут идти я не понимаю по какому пути все стоять нас мердеть а это летающие пизда хорошо что я построил вышки пиздец блять ну они конечно полный пиздос блять я вам скажу ну ладно ничего страшного окей на самом деле хуйня все нормально по экономике так наверху будет ой блять рыцари будут внизу главное мы построили и она работает так стоп не 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 блять вышку бы где-нибудь еще ебануть то бля лё будет вышка где-нибудь нет вот здесь вышка от атаки стою с того берега это нужно вышка сюда нужно так атака будет здесь здесь пока не грейдим грейдим вот это отлично так так там будут рыцари эти ребята против кого эти ребята против хорошо хуярят против как раз таки против быстрых и так далее это я помню сюда и башенах все на это как раз быстро и так рыцари за мной рыцари будут удерживать вот этот рубеж вот где-то здесь они будут встречать их здесь мы еще под поднажмем вышкой и раз уж на то пошло построим стену так построим стену и сюда выложим деньги в дополнительный дом это не рыцари это лучники это лучники же да это лучники блять тогда лучники будут со мной удерживать позиции окей хорошо лучники будут хуярить рыцари здесь со мной а те должны попытаться там мама отрывалась когда тебя носила и пилот запой мама отрывалась когда тебя носила вот ты и тупой приветствую стримерный чатик сергей смотрю тебя еще со времен марио как я был еще ребенком буквально вырос на твоем контенте ты уже после завтра у меня защита диплома хотел бы попросить тебя пожелать мне удачи спасибо за все что ты делал на ютубе делаешь на твиче ты лучший бля сукаса очень приятное сообщение благодарю тебе такие теплые слова тебе тоже всего наилучшего и замечательного вот обязательно сдавай завтра заряжайте она удачу и все остальное ну на самом деле и здесь все сделано так или иначе мы проебали чуть-чуть экономику но в данный момент у нас экономика такая что нам это блять вообще нихуя не фатально юниты двигаются быстрее под вашим командами у вас есть исцеляющая аура которая лечит союзных юнитов поблизости дарит по общему урона для большого персонажа давай нихуя себе можно стену грядануть 9 монет атака будет со всех фронтов надо бы в экономику вложиться немного мы это можем сделать но в какую мельницу вкладываться эту мельницу вполне себе сгрызут скорее всего да тут вообще хуй пойми хупа меба рил хупа меблаба брат юнитов еще блять на юнитов вот сюда мне не хватало это блять чё делать с юнитами то пиздец как бы под моим командованием чтобы бегали они я хуй знает вот это вот загрыженная блять блять они под командованием не атакуют блять пиздец долбоёбы нахуй хуйня хуйня ебаная я уберег две мельницы у меня там еще несколько домиков есть да нормально живем на самом деле все окей а вот и рыцари так атаки с этой стороны не будет поэтому вкладываемся в эту мельницу это мельница не ебу блять наверное не выживет но можно грейдануть все равно апгрейдим дома ой блять так короче с юнитами здесь конечно неудобно и шняга так эти хуярят быстрых блять ну быстрым негде хуярится на самом деле надо мельницы их ставить защищать блять не знаю чё еще делать рыцари блять слева атаки нет рыцари блять ставить вот сюда куда то чтобы они блять не прошли не знаю в лучников выводить где-то посередине лучников ставить куда то вот сюда а в смысле блять там то нихуя не защищено пизда а там кто будет держать я блять там не сдержу блять ну лучников забирать что ли сюда ставить их блять вот так вот а а а а а а а а у вот дотиха не идет пока блять там прорвали Ну ладно, мельница этой пизда, да О, и там прорвали Ну я-то ещё играю с усложнённым модификатором, чат При том, что я не раскачанный И у меня мало разных апгрейдов То есть я сразу решил на сложном модификаторе пройти Но это пизда, блядь, не Рыцарь и прочая шалопайская хуйня Вообще нихуя не держит Блядь, здесь надо спасать, блядь, мельницу Но две мельницы живы полностью А здесь ещё это, поэтому нормально Не, блядь, они какие-то пососные эти челиксы, блядь Это пиздос Сорок семь у меня Сколько стоит грейд? Шестнадцать, блядь Я могу два раза загрейдить эту хуйню У них будет триста хп и быстрое восстановление у них Больше юнита, ну блядь, что-то больше юнита где? Я что-то не вижу, где больше юнита будет Так здесь атаки не будет Там просто, блядь, орда будет снизу идти Пиздярики какие-то Ну ладно, блядь А, действительно юниты вон появились Бля, ну окей Ещё пятнадцать, но мне не хватит на этом Одного монет не хватило Эта башня имеет увеличенную дальность стрельбы Она стреляет очень мощными снарядами с низкой скоростью стрельбы Фокусируется на осадных машинах и других крупных врагах Бля, я даже не знаю Превращается в бронированный крепость, который не так-то просто уничтожить Блядь Ну вот это медленные выстрелы мне не очень нравятся на самом деле Пусть она хотя бы сдерживает натиск всей этой пиздотни Вперёд, блядь, за мной Сейчас будем их размещать Идём Так, сначала рыцари Рыцари чисто на дефичах, блядь Дальше За ними копейщики Сейчас будет великое сражение И Лучники, соответственно, прикрывают Вот здесь вот Всё, ну и я буду здесь, блядь Погнали чё Охуенно, блядь Войска просто лучшие из лучших, блядь Я собрал лучших, блядь Из худших Вот там всё нормально Не-не, тут всё нормально, мы сдержали Похуй на них Я подготовился Вообще всю экономику я сохранил Не понял Всё, стрекозы, блядь И всё Что за хуя, бля? Погоди. Или я слепой? Так, ну эти нихуя все равно им не сделают. Только лучники. Лучники и башня. Ну и я. Ну да, сейчас мы лучников этих грайданем, конечно. Лучников станет еще больше. Они станут еще сильнее при этом. Мы их забираем сюда. Мы их забираем под башню. Потому что башня будет танковать. Всю эту историю ебучую. А в экономику войти где можно? Только на этих все, что ли? Ну, я тогда сделаю по-другому. Я войду вот сюда, блядь, а не в экономику. Вот так вот. Две башни здесь рядом. Это заебись подспорье будет. Это прям ебать. Даже так. О, да-да-да-да-да. Это мне надо. Вот это мне надо. Да-да-да. Сюда, блядь. Заранее, кстати, грайданем. Вот это. Это мне надо. Вот это мне надо. Это хорошо, блядь. Я еще вот так вот сделаю здесь, блядь. Да-а-а. Вот так вот, блядь. Башни здесь, блядь. Хорошо. Это хорошо. Блядь, я бы стенку на самом деле построил. Сука, блядь. Вот тут нахуй где-нибудь. А не вот эту хуйню, блядь, защищать. Арбалетчики. На небольшой дальности, но высоким уроном. Защищены от дальних атак. Бонусный урон против набойных юнитов. Менее эффективно против летающих юнитов. Ну, кстати, все равно. Но все равно они с ними хуярятся. Так что такое. Давайте, подспорье будет хорошее тоже. Все, заебись, блядь. Погнали. Я просто не знаю, что это за хрень, блядь. Пять каких-то. Пять каких-то будут ебанутых или что это? Что это, блядь? А, это даже не летающие. Это обычные, блядь. Что это было? Я что-то не понял. Вот, блядь, что это было, нахуй, блядь. А, понял, блядь. Это последний раунд, скорее всего. Я понял, блядь. Я резко осознал, зачем же мне нужны сейчас стены. Будут, блядь. Да, 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 да. Похуй на экономику, блядь. Ее сейчас разъебут в говно. Абсолютно поебать, блядь. Это не имеет никакого значения. Мы просто здесь грейднем вот этих еще арбалетиков, блядь. Которые нам сейчас помогут. Идемте. Идемте, идемте за стены, блядь. Вам здесь пизда будет полная. За стены нахуй, блядь. У вас сейчас просто есть анус, блядь. Порвут, блядь, в говнище, блядь. Идите, идите сюда, блядь. Идите, пацаны, блядь. Вам здесь лучше не стоять сегодня. Идемте, идемте. Да, 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 да. Сейчас будет пиздец, блядь. Так. Идите сюда. Идите сюда. Блядь, хотя непонятно, честно говоря, как действовать. Но мы будем выводить войска с центрального. Я не ебу, блядь, дальше что делать. Блядь. Девять монет мне не хватит, чтобы грейднуть башню. Девять монет мне не хватит ни для чего. Абсолютно. Только пробустить экономику на два сгулькин-члена. Вот где-то вот так, блядь. Это все, на что мне хватит, блядь, ебаных денег. Хотя мне экономика сейчас уже не нужна, потому что это финалочка, блядь. Ну. Возможно, стоит, кстати, взять все эти войска и пойти на перекрытие какое-то пока башня. Вот это можно оставить линию обороны. Катапульты там, блядь, пизда. Попробуем сдержать вот этих вот в боку, пока едет те. Всем войском попробуем здесь сначала разобраться, блядь. А там уже начнется дотекание. Возле башни две монеты. Это, братан... Пизда, блядь. Ебаный рот. А где противники-то здесь, сука? Нас наебали, блядь! Обратно! Это, блядь, троянский хуй! Все, ебашимся! Ебашим! Катапульты, катапульты разъебывайте, блядь! На нахуй катапульта, блядь! Нельзя, чтобы стены пали! Все, заебись, блядь! Ладно, стены здесь пали, но похую! Мы сейчас их здесь снесем. Там у меня еще челики. Нормально все, нормально. Блядь, прорвались летуны! Ну, летунам пизды, блядь, дали. Все нормально. Назад, нахуй! Назад, блядь! Отходим, отходим! Верхний фланг! Так, там летуны, поебать, блядь! Дропаем этих! Вглубь, вглубь заходим! Вглубь катапульты! Пизда, блядь! Ебаный рот этого казино! Назад, назад, блядь, по центре! Блядь, прорвались войска! Пизда, блядь! Пизда, нахуй, блядь! Пизда сюда, улёбки! А, я жив ещё! Не! Ну, я себе модификатор в усложнение не поставил, я бы прошёл. Лёгкое копьё. Быстрая ближняя атака, носят дополнительный урон по всем будто движущимся, типа, врагов. Замедляя, если... Так, активно исцелите себя и значительно увеличьте скорость атаки на короткое время. Если у вас будут способности менее-менее 30% максимального здоровья, эффект длится дольше. Вот это охуеть и оружие выхватили. Кстати, оно бы здесь пиздецким отзывало. У вас безумное количество здоровья, но вы немного медленнее. Просто можно танка себе сделать, блядь. Видим короля. А здесь, смотрите, видите, надо шесть этих квестов сделать, блядь, на каждом, чтобы шесть корон собрать. Добейтесь победы с этой... Блядь, я бы постепенно, конечно, бы играл. Ну, типа, сначала надо пройти, блядь, с этим, с этим, понимаете, чтобы прокачаться. Вот, чтобы вот эти, мать сучьи, модификаторы, блядь, они... Их побольше, блядь, было. И, может быть, мы прокачаемся и сможем использовать по два перка. Скорее всего так и будет. Фух. Ну, чё, по-моему, охуенно. Игра мне очень понравилась. Чат, как вам? Рови! Спасибо за подписку на Бусти. Я добавляю желаемое, определённо. Это прям было найс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!